Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке биологии. Сегодня мы начинаем изучение группы животных червя. И тема сегодняшнего урока – общая характеристика червей, тип плоский червя. Из этого типа разберем класс ленточные черви, класс ресничные черви, класс сосальщики, печеночный сосальщик. Сегодня на уроке мы узнаем признаки плоских червей, рассмотрим особенности строения и функционирования плоских червей, изучим циклы развития печеночного сосальщика, а также бычьего цепня. Плоские черви имеют сплющенную дорзовентральном, то есть в спинно-брюшном направлении тела, что отражается в названии этого типа. Тип плоские черви. Он делится на три класса. Класс ресничные черви, класс сосальщики, класс ленточные черви. К животным этого типа относятся планария молочная, кошачья двуустка, печеночный сосальщик, бычий и свиной цепни, эхинокок. Планарии свободно живущие черви длиной 1-2 см, которых можно обнаружить в пресных водоемах. Кошачья двуустка, печеночный сосальщик, бычий и свиной цепни, эхинокок относится к паразитическим организмам. Рассмотрим строение представителя типа плоские черви белая планария. Поскольку планария ведет подвижный образ жизни, то для нее характерна двусторонняя симметрия тела. По дну водоема планария скользит благодаря ресничкам, покрывающим ее тело. Именно наличие ресничек, покрывающих тело планарии, дало название класса ресничные черви, к которому относится белая планария. Движение тела также связано с наличием групп мышц у планария – кольцевых, косых и продольных. Мышцы вместе с эпителиальным слоем тела образуют кожно-мускульный мешок. Представители типа плоские черви – трехслойные животные, имеющие эктодерму, энтодерму и мезодерму. Белая планария – хищник, питается рачками, червями и другими мелкими животными. В пищеварительной системе планарии имеются рот, глотка, слепо замкнутый кишечник. Рот, расположенный на брюшной стороне тело ведет в выдвижную глотку. При помощи глотки планария захватывает табычу. Из глотки пища поступает в кишечник, где подвергается действию пищеварительных соков. Непереваренные остатки пищи удаляются через ротовое отверстие, так как кишечник планарии слепо замкнут. Жидкие продукты обмена веществ у планарии удаляются с помощью системы трубочек – протонефридиев. Протонефридии состоят из пламенных клеток с ресничками и отходящими от них трубочками. Трубочки впадают в продольные каналы. У планарии нервная система состоит из нервных узлов. Нервные узлы ганглии у планарии находятся в головном отделе. Вдоль тела тянутся продольные нервные стволы, которые соединяются между собой поперечными перемычками – комиссурами. От нервных стволов отходят нервы к органам планарии. Такая узловая нервная система является лестничной. Нервные стволы и комиссуры напоминают лестницу. У планарии, как у других свободно живущих организмов, развиты различные органы чувств. На переднем конце тела планарии расположены органы осязания – это парные щупальца. Кроме этого, органы осязания планарии расположены на поверхности тела. В головном отделе имеются глаза, позволяющие различать уровни освещенности. К органам чувств планария относятся и органы равновесия. Планария обладает удивительным свойством – регенерацией, то есть восстановлением утраченных частей тела. Регенерация планарии обусловлена наличием в паренхиме и интерстициальных клеток. Такую удивительную способность планарии можно наблюдать на примере планарии Териколли. В случае опасности эта планария подвергается самокалечению и разрывается на 10-20 слизистых комков, а через несколько часов каждый из них регенерирует и приводит к появлению новых планарий. С этим свойством связано бесполое размножение планарии, которое осуществляется путем поперечного отделения тела пополам. Такой способ размножения называется фрагментацией, но планарии размножаются в основном половым способом. Однако, как и некоторые кишечно-полосные животные, они являются гермафродитами. Оплодотворение у них перекрестное, внутреннее. Давайте с вами познакомимся с классом сосальщики или триматоды. К классу триматоды относятся плоские черви. Кровяная двуустка, кошачья двуустка, печеночный сосальщик, парадоксальный сосальщик. Для этих животных характерны общие признаки плоских червей, но имеются и особенности, связанные с паразитическим образом жизни. Представители класса триматода являются эндопаразитами, то есть организмами, паразитирующими во внутренних органах животных. Данная группа животных сохраняет внешние особенности строения типа. Это уплощенное тело в дурзовентральном направлении или в спинно-брюшном. Представители класса триматоды небольшие животные. Так, например, длина тела печеночного сосальщика всего 3-4 сантиметра, а эхинокока и того меньше 3-5 миллиметров. Рассмотрим особенности внутреннего строения печеночного сосальщика, представителя класса триматоды. Тело имеет трехслойное строение, состоящее из эктодермы, энтодермы и мезодермы. Такое строение характерно для представителей типа плоские черви. Имеется кожно-мускульный мешок, представляющий собой совокупность эпителия и мускульных волокон. Наружный слой кожно-мускульного мешка – это кольцевые мышцы, средний – косые диагональные, а внутренний представлен продольными мышцами. Нужно отметить, что у представителей данного класса отсутствуют реснички в покровах тела, что связано с паразитическим образом жизни. Снаружи тело печеночного сосальщика покрыто многослойной кутикулой, выполняющей защитную функцию от пищеварительных соков животного, в теле которого обитает паразит. Нервная система узловая лестничного типа. Она образована окологлоточным нервным кольцом, тремя парами нервных стволов, соединенных нервными тяжами. Хорошо развита одна пара нервных стволов. Отсутствует полость тела, они имеют ацеломическое строение. Промежутки между внутренними органами заполнены паренхимой – соединительной тканью. Отсутствует кровеносная и дыхательная системы. Печеночный сосальщик, как и другие паразитические черви этого класса, относятся к анаэробным организмам. То есть дыхание у печеночного сосальщика осуществляется без участия кислорода за счет расщепления органического вещества гликогена. Органы выделения протонефридия, представляющие собой систему канальцев. Пищеварительный канал состоит из этодермальной передней кишки и энтодермальной средней кишки слепо замкнутой. У печеночного сосальщика двуветвистый кишечник. В связи с паразитическим образом жизни у представителей класса триматоды имеются даже присоски. Две. Ротовая, расположенная на переднем конце тела, и брюшная на брюшной стороне. Органы чувств развиты слабо в связи с паразитическим образом жизни. Имеются осязательные нервные окончания в кожно-мускульном мешке и органы химического чувства. Представители данного класса являются гермафродитами. Особенности этих животных проявляются не только в строении, но и наблюдаются в жизненном цикле. Жизненный цикл печеночного сосальщика сложный и происходит со сменой хозяев, основного и промежуточного. Окончательным хозяином паразита является организм, у которого паразитирует половозрелая особь. А промежуточным хозяином считается организм, у которого паразитирует личиночная форма. Основным или окончательным хозяином печеночного сосальщика является крупный рогатый скот или человек, а промежуточным являются брюхоногий моллюск, малый прудовик. Заболевание, вызываемое печеночным сосальщиком, называется фасциолез. Сначала яйцо печеночного сосальщика попадает в кишечник крупного рогатого скота или человека. Затем вместе с экстрементами попадают во внешнюю среду, в воду. Из яйца выходит личинка, покрытая ресничками, которая называется мироцидий. В стеле личинки имеются зародышевые клетки. Мироцидий проникает в легочную ткань промежуточного хозяина моллюска-прудовика с помощью конусообразного хоботка. Далее мироцидий попадает в печень моллюска, где теряет свои реснички и превращается в следующую личиночную стадию – спороцисту. На этой стадии наблюдается интересное явление размножение личинки. Такое явление называется неотения. В данном случае оно связано с приспособлением печеночного сосальщика к паразитическому образу жизни. Образование личинок в спороцисте происходит за счет дробления зародышевых клеток. Из тела прудовика выходит личинка с хвостиком, которая называется редия. Редия также содержит зародышевые клетки, которые дают начало личинкам циркария. Циркарии снабжены двумя присосками. Они плавают с помощью имеющегося хвостика и затем прикрепляются к водным растениям прибрежной части водоема. Прикрепившись к растениям, отбрасывают хвостик, покрываются плотной оболочкой и превращаются в адолескарию. Это инцистированная стадия печеночного сосальщика. Проглоченная вместе с травой циста попадает в кишечник рогатого скота, освобождается от своей оболочки и внедряется в его стенки. Личинка попадает в кровеносные сосуды, а затем в печень и превращается в половозрелую особь мариту. В жизненном цикле печеночного сосальщика можно наблюдать смену полового и бесполого поколений. Профилактика печеночного сосальщика. Соблюдение чистоты во всем. Мытье рук после туалета и перед каждым приемом пищи. Необходимо тщательно мыть салатные травы, овощи и фрукты при возможности обдавать их кипятком или бланшировать перед употреблением. Особое внимание стоит уделить термической обработке продуктов. Рыбу, выловленную из пруда, варить или тушить, даже если она предназначена для домашних питомств, потому что кошки являются переносчиками фасциолеза. Не употреблять сырое мясо или печень. Исключить употребление некипяченой или неочищенной воды из непроточных водоемов. Не рекомендуется купаться в застойной воде. Также нужно регулярно проводить антигельминтную обработку домашних животных. Соблюдать санитарные ветеринарные нормы. Рекомендована очистка прудов и борьба с моллюсками с промежуточным хозяином гельминта в водоемах. Ленточные плоские черви ведут исключительно паразитический образ жизни. И это отложило на них значительно больше отпечаток, чем на сосальщиков. Представителями ленточных червей являются бычий цепень, свиной цепень. Класс включает около 3000 видов. Величина взрослых червей от 1 мм до 10-30 метров. Паразитируют в кишечнике человека. Тело сильно вытянуто в длину и поделено на членики. На переднем конце небольшая головка с органами прикрепления, присосками и крючками. За ней шейка, далее членики. Отсутствует кишечник. Питание происходит путем диффузии всей поверхностью тела. Бычий цепень, паразитирующий в кишечнике человека, за сутки отделяет 5-7 и более члеников, в которых находится около 2 миллионов яиц. Яйцо попадает вместе с фекалиями в почву. Когда оно вместе с травой оказывается в пищеварительном тракте крупного рогатого скота промежуточного хозяина, в кишечнике из него выходит личинка, вооруженная острыми крючьями. Личинка пробуравливает стенку кишки и стоком крови проникает в мышцы. В мышцах она растет и превращается в финно. Это пузырек с ввернутой внутрь головкой и шейкой. В организм человека, основного хозяина паразита, финно попадает с плохо проваренным мясом и уже здесь превращается в половозрелую особь. Профилактика бычьего цепня. Исключить из пищевого рациона сырое и недостаточное термически обработанное мясо крупного рогатого скота. Приобретать и употреблять в пищу только мясо, прошедшее ветеринарно-санитарную экспертизу. Не допускать скармливания термически необработанных животных, свиньям и другим домашним животным. Следует помнить, что при замораживании по соли и кипячении личинки трихинеллы не погибают. Не осуществлять покупку мяса и мясных изделий в местах несанкционированной торговли. Длительно варить мясо не менее двух с половиной часов небольшими кусками толщиной не более 8 см. Итак, какие выводы мы можем сегодня сделать? Тело плоских червей трехслойное. Оно представляет собой кожно-мускульный мешок, покрытый эпителием. Под эпителием располагается мышечный слой. Полость тела отсутствует. В пищеварительной системе ресничных червей одно ротовое отверстие. У паразитических форм пищеварительная система отсутствует. Благодарю за внимание. До скорых встреч, ребята!